здравствуйте друзья хотел бы сказать доброе утро но уже около часа дня я сегодня попозже езжу в офис понедельник и надо сказать что за сутолок и так сказать дней я совершенно пропустил некоторую годовщину вообще мы мы все в годовщинах тут у нас годовщин много но мы все в годовщинах и одну я пропустил вот эта годовщина была третья годовщина существования нашего канала в его нынешнем формате когда я сказал будем делать блог они просто вывешивать там какие-то репортажи о встречах в аэропорту и там может быть иногда путешествие вот будем делать блог и это произошло где-то по памяти 16 17 октября три года назад то есть это был 2012 год и за это время у нас в общем довольно много видео было сделано где-то 4000 примерно видео у нас так сотенка в месяц соответственно там 12 сотен в год а бывает что и больше в месяц так что в общем так такая у нас я считаю продуктивная деятельность у меня даже была такая идея посмотреть на те видео которые я тогда делал и может быть какие-то ремейки там начать делать например там у меня было видео она относительно популярна и до сих пор там основные ошибки которые люди делают в эмиграции например вот но тогда нас было мало и просмотры в основном идут от поиска может быть какого-то то есть у нас не было такой массы зрителей подписчиков которые могли бы сейчас накинуться там и посмотреть вот а там первые наверное полсотни видео это были видео которые шли ну с одной стороны по вопросам которые там падали на меня даже тогда начиналось с полутора тысяч подписчиков в этот момент три года назад в этот момент у нас было полторы тысячи подписчиков 1400 там что-нибудь такое вот я даже не следил за этим номером мне неинтересно был я не знал зачем вообще нужны подписчики никогда не думал об этом очень удивлялся что у нас есть какие-то подписчики я думаю чего не подписывать вот значит а дальше уже конечно там все изменилось и я подумал надо делать какие-то ремейки но посмотрим я не думаю что как бы ремейки это наш основной жанр но может быть иногда там что это такое вот что еще за юбилей у нас тут подходит у нас подходит юбилей со светланой мы поженились с ней 22 ноября 75 года соответственно сейчас будет 40 лет как мы с ней поженились но мало того там совпали совпали два события в один день они произошли это мы уезжали из ссср на пмж соединенные штаты 22 ноября 1990 года то есть это был день 15-летний годовщины наши искать совместной семейной жизни поэтому у нас сейчас будет тоже как бы совместная такая то есть с одной стороны мы 40 лет вместе ну как бы официально вот муж и жена 40 лет и в этот же самый день у нас будет 25 лет с того дня как мы приехали в соединенные штаты это было 22 ноября 90 года и когда тут у нас но не хочу сказать гостевала а училась все-таки больше училась наташа квик и приезжал ее муж винни и они у нас тогда в санта-крус там побыли пару дней и вот наташа тогда сняла какое-то количество сюжетов там нет метраж какой-то намотала и вот в итоге сделала фильм на почти полтора часа какой-то посвященный вот нашему юбилею именно семейному не иммиграционному семейному и там довольно довольно здорово у нее получилось так сказать но там много таких моментов деликатных и света вот не чувствует себя допустим так настолько расслаблены по этому поводу чтобы весь фильм где-то был но я думаю что и наташа на своем канале и я на своем мы какие-то фрагментики оттуда будем выдергивать и вам показывать я просто хотел чтобы вы знали что есть такое дело и не удивлялись когда она появится вот как раз у нас осталось уже меньше месяца так что я может быть там не знаю сколько питок питок маленьких сюжетиков так вот и вытащу вот ну и и наташа тоже ей конечно тоже хочется у себя на канале показать что да что еще у нас очень противоречивое мнение тут по поводу психологов всяких которых я тогда показываю в частности вот михаила бородянского то есть некоторые с энтузиазмом там слушают а некоторые говорят зачем вы такое сюда притаскиваете значит у нас разноплановый канал и я никак не могу угодить сразу всем это в принципе невозможно поэтому я думаю так если кому-то не нравится но ты же видишь что там же написано имя человека написано и тематика ну пропусти я не думаю что это будет единственное видео которое вот человек пропустит которому это не нравится то есть наверно там ведь еще много других видео но то может быть не жалуется там а дело такое но вы можете почитать комментарии вы видите что многие ждут именно именно этих этих сюжетов и кроме того тут есть такая функция важная что все-таки значит михаил приезжает через пару недель в кремниевую долину и тут у него будет несколько занятий которые он проведет поэтому моя задача была показать человека с тем чтобы люди которые тут на местности могли определиться насколько им хочется пойти на конкретные живые занятия поэтому это не с не столько для аудитории которая находится за пределами ой ты смотри съехала камеру меня я извини не столько для аудитории которые находятся за пределами кремниевой долины сколько для тех кто находится именно тут поэтому если это кого-то огорчает я я извиняюсь но просто жизнь такая значит как бы есть соображения которые побуждают там это показывать в той мере в какое там никакого зла в этом нет или там что-то такого я думаю что ничего страшного все люди взрослые все в состоянии там не смотреть то что их не интересует я я не вижу проблем никаких у нас у нас нет одной линии единственный одной единственной линии и это хорошо это позволяет нам как бы иметь аудиторию с широким кругом интересов даже иммиграционная тема которая большинство из наших так сказать зрителей интересует не интересует сразу всех мы знаем что если которых это дело не очень интересует ну ну что теперь делал хорошо значит там и даже там и и и и цветочки и и кибана и там еще что то но тоже не всем на некоторые смотрят и те кто смотрит очень радует что у нас еще такое яркое я вот думаю яркого так как-то рутина бытовуха можно сказать я не отчитался за поездку в сан-франциско на прошлой неделе мы ездили в компанию там большое начальство слетелось они редко съезжаются в одно место потому что у них там отделение в разных городах там вот в частности там были три женщины начальницы которые одна из бостона одна из детройта и 3 из чикаго и вот они тут на месте собрались и хотели понять как вот так строится команда и как мы взаимодействуем потому что почти вся команда из нашей школы там 50 человек ну и мы договорились что они нам будут проектов больше давать мы же для них еще тестируем тоже в школе у нас есть помещение и значит вот анна которая в гугле работала значит она у нас ведет эти проекты для них так что мы договорились что проектов будет больше потому что им тоже как бы важно иметь какой-то ресурс куда можно бросить там и что-то быстро сделается вот так что в общем мы нашли нашли еще несколько общих точек так что я я очень доволен но единственно что организация большая я когда их спросил там пацаны говорю но девчонки там девчонки берем а вот оборота вашей конторы большой они говорят ну так это одна и семь десятых миллиарда в год вот таких больших организациях конечно быстро ничего не делается но во всяком случае там присутствовала их и директор у которой много групп в разных местах на разных там территориях и так далее я даже попытался им сказать что вот у нас есть онлайновый класс если им нужны люди где-то в других местах то у нас найдутся вот так что они заинтересовались но опять на на уровне практического таком да не знаю когда там что чего будет но разговор был очень интересный очень приятные очень приятные люди вот я бы сказал так не чтобы у нас тут в калифорнии народ был неприятный но эти какие-то немножко более раскрепощенные что ли менее напряженные вот я бы так сказал наверное мне приходится там по 14 часов в день там то с индии конференция то там с бразилии то есть чувствуется что они хотя и заняты очень и конечно у них серьезнейшие проблемы решаются я когда послушал чем они занимаются поэтому глаза потемнело от ужаса то есть там эти решения которые они принимают они многомиллионные последствия имеют в долларах ну и вообще серьезных вещах уже индустрия паблишинг издательская вот эта вот индустрия она переживает колоссальный сейчас такой перестроечный момент постоянные споры там допустим переходить ли им на какие-то там планшетники или смартфоны вот допустим должен ли студент там университета делать там тест какой-нибудь на смартфоне или все-таки мы хотим чтобы у него там был компьютер и так далее то есть у них масса дискуссий вот что что имеет смысла что не имеет они делают книги книги обычные печатают это второй в стране паблишер по масштабу после пирсона пирсом тоже очень известная большая компания они старые но у них разное видение с этим пирсоном они своим путем идут и в общем я когда их послушал какие задачи перед людьми стоят и ой-ой-ой-ой что мне понравилось они как же вы же спите с этим они говорят майкл ведь такого эксайта никогда в жизни не было как сейчас ну вот они так уже постарше но так ближе к моему возрасту там девчата можно сказать очень не очень интересно ну вот наверное и такой значит коротенький отчет за последнее время так так все хорошо все хорошо все ровненько так идет и практика подходят и резюме делаются и народ там на маркет выходит и в общем все нормально все нормально ладно буду с вами прощаться потому что я уже практически приехал а каких таких ярких новостей у меня нет счастлива